В чем ценность грибов для человека? Грибы исторически с человеком имели очень долгую такую взаимосвязь. Предполагают даже, что грибы были и одним из факторов отбора, который позволил млекопитающим занять доминирующее место на планете. И популярность грибов сегодня объясняется тем, что мы можем каждый гриб разобрать досконально по его химическому составу, найти те уникальные биологически активные вещества, которые невозможно практически получить из других источников, то есть из животной или растительной пищи, поскольку грибы – это отдельное уникальное царство живого мира. И, соответственно, польза грибов заключается в том, что они могут тонко влиять на наш организм. Насколько безопасны грибы? Здесь все зависит от того, какие грибы мы имеем в виду, поскольку царство грибов очень обширное, и большинство представителей небезопасны для человека. Известно всего лишь около 10% грибов, существующих на Земле. Из миллионов видов грибов всего около тысячи видов безопасны для человека, и несколько сотен из них обладают лекарственным потенциалом. И эти грибы и используются человеку. Штамм грибов – это скорее генетическая, уникальная генетическая разновидность грибов. Здесь всегда уместно сравнение с человеком, то есть есть вид человека разумный. И в то же время каждый из нас уникален по-своему, обладает уникальным набором генов, которые определяют его свойства, способности, таланты, склонности и так далее. У грибов и любых живых организмов примерно то же самое. То есть штамм гриба – это уникальная разновидность конкретного вида гриба. Между собой они различаются не слишком сильно, так же, как и люди биологически различаются между собой не очень сильно. Есть ли польза от микродозинга? Или это миф? Микродозинг – это очень спорная тема, поскольку под микродозингом грибов подразумевается использование ядовитых грибов в небольших количествах человека. И, к сожалению, в данном случае, так как грибы имеют сложный химический состав, многие компоненты действительно ядовиты, и они могут постепенно накапливаться в организме человека. Таким образом, незаметно для себя можно получить, по сути, отравление, и здесь польза может не перевешивать потенциальный вред наносимым микродозингам. Поэтому я бы относился к этой теме крайне остороже. Грибы являются очень интересным биотехнологическим объектом, начиная от плесневых грибов, которые широко используются в промышленности, заканчивая промышленным выращиванием именно грибов, медицинских, съедобных грибов. Более того, с развитием науки и техники мы можем подбирать оптимальные условия, например, для получения большего количества биологически активных соединений в грибах, и выращенные в таких особенных условиях грибы могут быть ценнее в несколько раз или даже в несколько десятков раз, чем их природные аналоги. Какие грибы используются в продуктах ArtLife? В продуктах ArtLife используются грибы, которые имеют длительную историю применения человеком для лечения различных заболеваний, состояний. И также те грибы, которые на современном уровне с помощью современных физико-химических методов анализа получили подтверждение, что в них действительно содержатся ценные для человека биологически активные вещества. К таким грибам относятся чага, кардицепс, трутовик лакированный, он же гриб Рейша, ежовик грибенчатый и многие другие. Какие методы выращивания грибов использует ArtLife? В ArtLife мы используем биотехнологический метод выращивания грибов, а именно метод глубинного культивирования грибов, его мицелия, в ферментёре. Данный метод позволяет, во-первых, не изымать грибы из природы. Мы можем обеспечить оптимальные условия роста, защищённые условия роста для грибов, в том числе краснокнижных грибов, грибов, которые не произрастают на территории нашей страны. И помимо этого мы обеспечиваем полную всестороннюю защиту от любых загрязняющих факторов для конечного продукта. И такие грибы, они априори чистые от тяжёлых металлов, от токсичных элементов. Их можно безопасно использовать с большой эффективностью в продуктах.